В столице региона в эти дни проходит учебно-консультационный семинар глав муниципальных образований округа. Он стартовал сегодня и продлится до 21 декабря включительно. Мероприятие направлено на повышение эффективности органов местного самоправления и решение проблемных вопросов в различных сферах. Участие в работе семинара примут представители органов исполнительной власти, окружной прокуратуры, избирательной комиссии, окружного профильного департамента, госинспекции по ветеринарии и других ведомств. Подробности далее. Работа семинара началась с заседания комиссии по вопросам развития местного самоуправления на территории Нинецкого округа. Первый вопрос повестки дня касался соблюдения федерального законодательства по оказанию имущественной поддержки предпринимателей. Так, согласно данному закону, органы местного самоуправления утверждают перечень государственного имущества и муниципального имущества для передачи дальнейшей субъектам малого и среднего предпринимательства. Такие перечни утверждаются ежегодно до 1 ноября текущего года. Необходимо отметить, что данные требования относятся ко всем органам исполнительной власти, в том числе и муниципальным образованием, городскому округу и сельским поселениям. По словам Ольги Стрепетиловой, на сегодняшний день в перечне насчитывается 65 объектов, включая окружное имущество, которое может быть востребовано и использовано представителями бизнеса в своей деятельности. В то же время представитель окружного профильного ведомства отметила, что не все сельские поселения активно подключились к этому процессу. Предлагаем тоже сельским муниципальным образованиям и сельским поселениям провести данную работу на своих территориях по установлению льготных механизмов использования имущества. Считаем, что, во-первых, стимулом для вас это будет являться снижение расходов казны на содержание такого имущества и доход, приносимый от использования имущества бизнесом в виде арендной платы и, возможно, увеличения оборота на территории и увеличения занятости в некоторых случаях. Поэтому еще раз обращаю внимание на необходимости работы в данном направлении и более внимательный подход к выявлению имущества на ваших территориях. На последнем в текущем году заседании комиссии по вопросам местного самоуправления также обсуждались вопросы соблюдения федерального законодательства и способы привлечения жителей заполярных территорий к развитию муниципалитетов. У нас на самом деле работа по активизации жителей ведется. Мы все понимаем все наши, по сути, очевидные вещи, которые требует населения, чтобы было в каждом муниципалитете. Это и дороги, и объекты социальной инфраструктуры, которые у нас ветшают достаточно серьезно, а финансовых ресурсов у нас объективно их нет, чтобы закрыть все вопросы сразу населению. Но тем не менее, мы констатировали, что какой-то более квалифицированный подход к тому, чтобы формировать наши документы, а потом включение их в финансирование, долгосрочная программа у нас должна быть разработана и должна действовать, может, даже в какой-то степени универсальной. Во второй день работы семинара состоится встреча глав муниципальных образований округа с представителями государственной инспекции по ветеринарии и НАО, регионального фонда социального страхования, администрации Заполярного района и окружной полицией. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Телеканал «Север».